Дорогие друзья, шалом! Вот и наступают ханукальные праздники. Праздники, когда мы зажигаем свечи. Евреи всего мира каждый день вне хануки зажигают по одной свече, вспоминая о великих победах Маковеев в борьбе с греками. Праздник почти был утрачен. За время своего именно нахождения в иерейской культуре праздник претерпел много различных названий. И ханука к нам уже пришла уже во время тамудического восстановления, интерпретации отрывка Торы и раввинов. Но в сущности праздник этот назывался как освящение, освящение храма. Это очень важная тема, потому что Ишуа говорит о себе, как о храме. И вопрос, который задавался в Евангелии от Иоанна, говорится о том, что его задавали такой, ты тот или нам взять другого? Политический был вопрос, потому что Ишуа обращается перед этим, возвращается к Саддукеям с вопросом о пастыре. Пастырь добрый. Ишуа говорит, я пастырь добрый. Вы знаете, удивительное место, потому что только единственное место Писания, где Бог говорит через Давида о том, что Бог является пастырь добрый. То есть, Господь пастырь мой. И здесь вот как раз Ишуа обращается с тем же вопросом о том, что если вы ожидаете Мессии по-человечески, то это одна часть. Но я пастырь добрый. И овцы слушают голоса моего. Друзья, праздник Хануки – это вопрос божественного вождения. Быть этим светом, быть этим примером для людей. Я верю, что оставшийся этот праздник в нашей культуре дает надежду о том, что мы являемся храмом. Мы являемся тем вопросом, где мы задаем друг другу испытательный вопрос. Кто я? Где я? Почему я нахожусь? Почему Бог касается меня? Почему я должен получать очищение, освобождение? И, наверное, Ишуа задает вопрос о том, как каждому из вас, и мне тоже, кто есть пастырь добрый для вас. И этот момент очень важен, что мы должны слышать голос Божий в нашей жизни. Прошу вас, друзья, задумайтесь над этим моментом, где Ишуа давал ответ для саддукеев о том, он ли Мессия или нет. Вопрос, что делать жертвенник, когда же не стоял. Мессия или нет? Ишуа говорит, я есть тот, кто я есть. Я и Отец одно. Вот этот ответ очень важный для всех. Ишуа обращается к нам. Мы являемся ли его храмом? И если да, то что в нем находится? Друзья, освящение храма. Цель Хануки. Не просто зажать свечи и помнить победу. Освящение храма. Будь этим храмом освященным, очищенным, приготовленным на всякое доброе дело. Пускай Бог благословит вас во всем и в эти праздничные дни.